Добрый день, уважаемые жители Республики Сахая-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой. В Якутии за сутки выявлено и зарегистрировано 55 новых случаев коронавирусной инфекции. Нужно сказать, что определённое снижение произошло по городу Якутску. Из них 37 случаев зарегистрировано в городе Якутске. Однако в городе Якутске продолжают оставаться случаи. И сейчас, особенно с послаблением ограничений, случаи, которые связаны в том числе от корпоративных выездов до случаев на работе. Пять случаев выявлено в Мигино-Кангаласском УЛУСе. Мигино-Кангаласский УЛУС у нас всегда идёт в определённом роде вместе с городом Якутском. И, соответственно, так как достаточно УЛУС сам по себе является таким мобильным по передвижению, соответственно, случаи постоянно выявляются, но база сегодня инфекционная Мигино-Кангаласского УЛУСа позволяет справляться с этими сложностями. По четыре случая выявлены в Татинском и Чуропчинских районах, по два случая – в Алданском и Верхоянском, и одному случаю – в Нюрбинском районе. Особый резонанс вызывают случаи, которые имеют место в Верхоянском УЛУСе. Здесь я хочу обратить внимание на такую ситуацию. Вся ситуация в Верхоянском УЛУСе – это прежде всего и для жителей Верхоянского УЛУСа, и для тех земляков, которые переживают за тех, кто живёт в Верхоянском УЛУСе. Вся ситуация находится под контролем Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Десять с лишним дней, почти одиннадцать дней, в Верхоянском УЛУСе работал первый заместитель Министра здравоохранения Республики Саха-Якутия, который оказывал и методическую, и необходимую медицинские консультации вместе с практикующим инфекционистом, который был по просьбе жителей специально направлен в больницу Верхоянского УЛУСа. Сейчас в больнице находятся четыре больных, и мы ждём их скорейшего выздоровления. Я прошу непосредственно обратить внимание на то, что те обращения, которые идут по Верхоянскому УЛУСу, все будут достаточно чётко, особенно по одному из небольших населённых пунктов, по какому как Орылах, будут отдельно рассмотрены, при необходимости будут приняты дополнительные меры. Что касается случая в Чуропчинском УЛУСе, как я уже говорила не раз, ситуация, которая складывается в Чуропче, она связана с тем, что мы держали достаточно долго ситуацию на уровне самого центра населённого пункта, но в связи с выездами вирус начал уходить и в дальние поселения. Поэтому на настоящий момент принимаются все меры для того, чтобы на уровне согласованного решения оперативного штаба республиканского и районного урегулировать и погасить вспышку, а по сути дела она практически погашена, а в одном из сельских населённых пунктов Чуропчинского УЛУСа люди изолированы, соответственно, помощь оказывается. За прошедшие сутки у нас не зарегистрировано летальных случаев, и хочу обратить внимание, что мы продолжаем работать лабораторно, работают сегодня, на исследовании прошло 2540 тестов. На прошлой неделе мы открыли ещё одну лабораторию в городе Якутске, и поэтому я думаю, что постепенно вопрос с тестированием будет снят окончательно, и уже оно будет более доступно. Какая задача сегодня ставится перед оперативным штабом и перед, соответственно, в целом республиканскими властями? Это, естественно, подготовка к 1 сентября. Нужно, чтобы у нас все школы, детские сады, учреждения доп. образования чётко отработали с 1 сентября по схеме, которая бы предусмотрела возможность безопасного нахождения детей. И поэтому на настоящий момент сегодня как раз идут основные консультации и подготовка к школам, именно к не только школам, но и детских садов, чтобы их помещение, чтобы сам по себе учебный процесс, он всё-таки и работал на качество, и для того, чтобы была обеспечена безопасность. Но вы знаете, что на этой неделе подписан указ главы республики в части, непосредственно связанной с открытием спортивных площадок как мест осуществления спортивных занятий граждан и фитнес-залов. Ещё раз обращаю внимание, что главой республики поставлена задача усилить персональную ответственность тех, кто принимает на себя обязательства по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Вот это, наверное, задача сегодняшнего дня. Понимаю, что впереди суббота-воскресенье. Да, я знаю, так же, как и все жители города Якутска, что не ягодный сезон в этом году и не грибной. Но, тем не менее, соответственно, все наши с вами выезды на природу, когда лето заканчивается, должны всё-таки соблюдением быть требованием санитарных норм, несмотря на то, что мы ослабили сегодня ряд наших с вами ограничений, которые существовали.